Да, чемпионат идет две недели. Ну и на самом деле... Фурион Ньюс. Что по поводу Бестмастера? Такие герои, как... На всех интернешналах, кроме последнего, возможно, была такая тенденция, что люди ближе к финалу брали Тайда, Энигму, Антимага или же всяких фонталансеров и так далее. Собственно, Бестмастер тоже очень довольно... Ну, как бы, с одной стороны, простой герой в плане того, что вы взяли Бестмастера и Атрэйшена, два ульта, там кинули по любой части карты, убили одного героя и разбежались. Нас даже никто не видел, собственно говоря. Вот. Это довольно рабочая комбинация, и, по-моему, она еще ни разу за этот турнир не проиграла. Не важно, что к ней добирать. Очень сильно и интересно выглядит. Саша, что ты думаешь по поводу моей идеи, что аппарат — это герой первой стадии? Ну, я поддерживаю тебя. Поддерживаю тебя полностью, что он вообще ФП-герой. Но тут, видишь, враги не банят оперейшена. Поэтому никто тебе не мешает его, собственно, оставлять для второй стадии. Я имею в виду, что в перспективе... Нет. Ну, во-первых, в перспективе можно взять его во второй стадии, если враги не банят. Но с ним в первой стадии легко проводить раздрав дальше. Ты вынуждаешь врага обезопасивать свой изи-лайн. Потому что угроза прийти в хардлайн есть. Ты вынуждаешь его не брать всяких зомби-даззлов, вот этих вот хилеров. И хусиков тоже опасных. Минесковских. Хусиков. Возможно, и так, Егор. Я никогда не был капитаном. Был, но не был. Ты же был капитан команды Хвост плюс четыре. Нет. Я был капитаном даже в этой команде. Был капитаном этой команды, кстати, Андрюша Чепенко, который ему тут показывает, как надо слордарить, клакверчить. Там еще был замечательный игрок Плетт. Нет. Он был артстайловый. Это артстайловый, друзья. У меня были только успешные ребята. Правда, они каждый раз менялись, но все было четко. А кто там был? А кто там был? Амси? Я был точно. Андрюша Чепенко был точно. Дефендер был точно. Джерри то был, то не был. По-моему, Бодька иногда залетал к нам. Бодька-то Хура. Да, Хура. Экспо. Вот. Ну и еще там всякие Андрея и Олбисона Флайба, Андреянки. Были министры Глебстеры, возможно, я не помню. Хорошее было время, хорошее было время. Можно было менять состав прямо на турнире. Да, прямо на турнире, кстати, я его и менял. С четверть финала на полуфинал. Все, парень, ты свою отслужил службу, до новых встреч. Продолжаются пики, тем временем Cloud9 добирает себе Шейкера, Alliance добирает себе Дарксир. Вот так. Не видать нам бедрайдеров. Ну смотри, не брудки, не брудки. Почему? Бедрайдер-то может для С4? Не зайдет сюда в этот пик? Ну смотри, это Дарксир и бедрайдер. И от Гирокоптера надо в Селеново разбираться со всей этой историей. Хотя я буду рад, если возьму таланс, тогда выиграю С9 и ПТСик мой. ПТСик мой. Вообще против Квапы нечего делать. Да, бедрайдер еще очень плохо на линии против Квапы. Вот буквально один разочек захаживает или верный или шейкер, ты не успеваешь улететь, ну точнее успеваешь надалеко. Да ты не успеваешь улететь, потому что под два замедления ты очень круто на месте будешь стоять. И все, стаки так сильно не работают. Ну и плюс со вторым левелом Квапы уже стак и не стак, и все равно получишь Shadow Strike. Вот. А чтобы им такого вот интересного добрать, мид еще бы баны мне увидеть. Например, Даззла можно взять в этой ситуации. Мне сейчас не особо нравится этот распик Alliance, потому что опять нечем ловить в Queen of Pain. Вообще, когда есть блинкующий герой, против него что-то надо хотя бы делать. Сейчас Эмбера возьмут. Эмбера, почему бы не возьмут Эмбера? Ну, сейчас как-то у Клоудов все посимпатичнее смотрится. Согласен. А кого они любят брать? Эмбера? Да, они сейчас ставят плюс-минус того же, как он сталкер, могут добрать себя. Могут. Хороший был бы для них выбор суппорта. Да. Шейкер уфлейнер. Это грусть вообще. Как мы уже... По-моему, Шейкер выиграл один раз только на уфлейне. Это сегодня случилось. И то, потому что он был за цедек. Только поэтому ему повезло. Ну, плюс-минус, такая же страта получается, как вот цедековца. Да. Да. А я ему готовил спокойно повторить. Ну, тем более, МСС-то на шейкере. Можно взять, если шейкер-сопорт, можно взять сейчас бестмастера. О! Они знают, кого брать. Лучший герой. Шейкер уфлейнер. Сашка, тебе дают два очка за правильные. Спасибо. Ребята, спасибо, друзья. Я вас не подведу. Я и Лода. Не подведем вас. И майнац. А если проиграет, то... Two of майнац. Кто отнимем? Потому что это типа авансом мы давали. Если проиграет, то отнимаем одно. Хорошо, договорились. И тогда у меня будет четыре очка. Собственно, на этом мои предикшены закончатся. Оставим все как надо. Не, у тебя сейчас... У тебя было шесть. У тебя пять было. Ну, отнимут же будет. Вот, если отнимут одно, то будет четыре. У тебя плюс два сейчас. За цедеков? Нееет. Мы за цедеков 2-0 проголосовали. А, 2-0. Да. Все, 2-0. Я тебе, кстати, все результаты, если ты не читал, скайп скидал. Я все видел. Все видел. И все запиши. Взялся заделать серьезно, да? Да, да, да. Теперь. Все зафиксировано уже давно, да? Минус антимаг и минус... Ну, антимага забанили, но остался тот же Эмбер, которого, возможно, стоит взять. А, может быть, это лайнсы заберут себе Эмбера? Мм? Могут, да, они заберут. Эмберы в мид на С4? Нет. Они так не будут делать. Они возьмут... Ну, а кто для С4 остался? Пак. Пак, да. Вот, Пак нормально заходит. Это его прям герой. Ну, опять же получится. Пак, Дарксир, Геро. Нет. Геро один не справляется со всеми. Справляется, но тут... Там аппарат ему вырубает сатану. Вырубает ему. Вот, действительно, очень плохо играть. Потому что когда вот эра герокоптера была, всегда я боялся, когда против меня был бестмастер, бейн, аппарат и какой-нибудь бэтрайдер. Всегда это значит, что ты... В опасности. Если очень мягко выразиться, то ты в опасности. Да. И вот в Operation, когда всегда брали, то есть ты должен брать или без лайфстила, или же надеяться на своих братьев, что они тебя засейвят. Или покупать гемы, бегать, доджет эти ульты, но не всегда успеешь посмотреть. Раз, два, три. И бац, 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 бац. Вот это геймплей на герокоптере. Мне вообще не нравится, когда Альянсу так распихают. Это когда Адмирал Бульдог играет не на своих героях. Дарксир это не его. Сейчас Кэрри Даззл, лесной Дарксир. Суппорт Тусик и Фурион. Баня. Ромжей и герокоптер. Лоу Друид. Бульдон. Как и Лоу Друид? Лоу Друид. Не, ну здесь действительно пак прям вот идеально против этих четырех героев. Списывается. И боевать. И Сайлуха бы неплохо. Ну а что это такое? Кстати, она довольно неплохая. Ну она неплохая, но... У них тоже ловить особо нечем. Ну варики. Варики. Ловики ещем. Ну... Да, в принципе костов много. Два замедления. Раз Стан Шейкера 2 и ульта Виверна 3. Ну БКБ можно собрать. Не, можно, понятное дело, всегда собирать БКБ. Но все равно. Емберой и выиграй доту. А эти любят, да, Емберой играть? Ну, играют. Они вообще любят всем играть, как мы выяснили. Молодцы. Так что про всех героев в доте они знают. МСС, он же играет по 20 часов в сутки. Он всех героев выучил и говорит. Но он на Шейкере будет играть. Он 26 часов в сутки играет на Шейкере. Не, ну он же часто встречает в пабе различных героев и вспоминает. Как их магии действуют, он тоже знает. Да, он помнит, как магии действуют. Возможно даже кулдауны с монокостки не помнит. Я уверен, что он помнит. Все это причем с каждым пачем. Он не забывает, как они работали. Вот, а ешь. Вот, он так хороший памятник, да. Ну, и что же все-таки возьмут наши друзья из Cloud9 G2A? Ну, действительно, Ember Spirit круто выглядит. Да какую-нибудь глупость сейчас возьмут, типа Siren server. Ну, кстати, спектра-то аппарат. Спектра-то неплохо. Рабочий вариант вообще-то. Да. Правда, Шейкер на уфлейне все портит. Ох, при своем присутствии. Душаю я минус 2 очка, значит. Ну ничего, давай, Акки, помоги мне. Ну что же, начинается первая из четырех карт на вылет. Best of 1 Alliance против Cloud9 начинается прямо сейчас. Передаем слово Areno и Диме. Большое спасибо нашей студии аналитиков, непревзойденных аналитиков. Да, так и есть матч Cloud9 против Alliance. Очень важная встреча для обеих коллективов. Для вас будут комментировать Light of Heaven и Versuta. Здравствуйте. Что думаешь? Что ж, я думаю, что Аликам пора вернуться в свою кондицию и начать показывать очень хорошую игру. Довольно-таки много подмечали наши аналитики то, что эта команда играть в Dota умеют. Они показывали сногсшибательные результаты на европейской сцене. Но буквально вот только приехали они на турнир, и оказалось, что у них ничего не было. Был один восток. Они, естественно, с треском все игры проиграли, но вот сейчас есть вероятность, что они смогут начать разгон. Так, ну что, мы по стандарту, по нашему стандарту. Чекаем вардишки. Закуп у вас перед глазами. Первый вард, который был поставлен, значит, у ребят из Alliance. Вот он какой. Ну и еще, конечно, можно представить, кто на ком играет. Значит, у Alliance 4 будет играть на Windranger. Dazzle в исполнении Ake. Loda поиграет гирокоптером Darkseer от Bulldog и MyNuts Tuscar. И команда Cloud9. 1437 на Ancient аппарате. MSS, хардовый шейкер. Ritsu на кейре спектре. Brax, медовая Queen of Pain. И SVG на Winter Verne. Да, у этих товарищей тоже уже есть один вардец, который был поставлен вот сюда, для того, чтобы было проще контролить, наверное, вражеского хардленера. Этот вард также заблочит вот этот спаун. И, в принципе, вот какой-то такой вижен он дает. Насколько полезный, не полезный, посмотрим уже непосредственно по игре. Так, ну все. Одни заняли позицию сверху, другие снизу. В общем, пару не заберут и вряд ли здесь у нас будет какая-то стычка. Хотя Loda вроде как хочет, но он понимает, что если на топе никого нет, значит снизу толпа и рисковать собой никакого смысла, в общем-то, нет. Наблюдаем за тем, какие будут у нас лайны. Но пока Darkseer 1, это дефолт. Гирокоптер снизу, я думаю, к нему сейчас на помощь подтянутся еще с суппортом. Варка в миде. Будет она стоять против Queen of Pain. Это противостояние уже не первый раз мы наблюдаем. Ну и Dazzle, судя по всему, поначалу будет помогать. Сразу поставлен Вардец. Да, VR-ку было сложно гангать. Ну а здесь такие суппорты, на самом деле они могут Windranger загангать, но это, наверное, такой... КПД у этого ганга будет очень слабый, потому что Arctic Burn, он как бы... Ну это тычки, а VR-ка нажимает Windran и спокойно от этого всего уходит. Так что сложновато будет ее гангать. Неслыханная наглость от Cloud9, Spectra на Easy Lane, в то время как враг забрал Гирокоптера. Довольно-таки существенный перевес Alliance имеет на ранней стадии. И сейчас мы видим то, что они хотят за эту наглую Spectra наказывать. Выходит на Darkseer, Darkseer у нас старается убежать. Также у нас гоняют атаки, и первая волна атаки была The Evasion. И можно снова возвращаться. Ну да, на самом деле достаточно интересно то, что Dazzle подтянулся на топ. Ведь пользы, мне кажется, он не особо много принесет Darkseer. Разделили они, конечно, тот урон, но в принципе Darkseer ускорился, спокойно убежал. В миде, я смотрю, здесь Brax нормальненько так проседает. Больноватый ему, 7-3, 7-0, ну примерно одинаково формят. Но Darkseer при любых раскладах будет напрягать Spectru своим Iron Shell, как ни крути. Вот насколько окупится эта дабла. Мне почему-то кажется, что этот Dazzle здесь немного лишний. Но пока мы видим то, что все замечательно. Распользовались тем, что у Winter Verne и Ancient аппарата долгие кулдауны. То есть 50 секунд на Chilling Touch. В свою же очередь Arctic Burn имеет 50 секунд. Вау, ничего себе, почти по минуте. И они получают третий уровень. Третий уровень Darkseer почти получил. То есть осталось ему буквально чуть-чуть. И теперь в любой ситуации он сможет спокойно через Surge отступить. Так, тут Power Shot. Чуть-чуть помог в топе, чуть-чуть помог в миде. Сильно, как бы, его присутствие снизу не требуется. Так как постоянно идет у нас отвод от Maynazza. И причем отводы довольно-таки хорошие. Он практически всю пачку крипов, ну не практически всю пачку крипов, оставляет в лесу. И, соответственно, Шейкеру остается буквально всего ничего. Вот у него еле-еле третий с половиной. Это не так уж и мало, потому что Darkseer, например, вообще третий. При том, что ему помогал Dazzle. Но... Считывая то, что здесь суппорт Tusk, который не лучшим образом гоняет миличников, то он, в принципе, чувствует себя замечательно. И плюс Dazzle, который тоже, ну, освободился от этой вот позиции зонера. Так, а тут могут быть проблемы. У МСС, если его грамотно запереть. Но не стал, потому что гирокоптер еще далеко. Гирокоптер еще далековато. Бульбок спрятался. Так, а тут у нас в Миде что-то интересное происходит. Ты посмотри, он почти отъехал Бракс. Надо, мне кажется, повнимательнее там наблюдать. Ускорение есть. Бульдожик вроде как уходит. Но, опять же, его очень сильно продамаживают. Очень сильно. Но убить пока не удается нигде. Претерпевает ВР-ка. Я и пауэршот почти попал. Если бы попал, убило бы, по-моему. Третьего левела пауэршот, да, это стопроцентный фраг был бы. Так, ну и пока мы видим то, что у Alliance в целом графики идут вверх. То есть 1000 голды буквально за 4 минуты. По сути ничего не произошло, но по-прежнему мы видим одну простую вещь. То, что Тарксир очень сильно развлекает ражских суппортов. То есть бегает у нас аппарат первого уровня на четвертой минуте. Да ладно, неужели будет такой фирсблат? Нет. В последние секунды прилетает бутыль, успевает отблинковаться Бракс. И Бракс отступил. Жив, жив. Но момент, конечно, был очень такой щекотливый. Бракс утяжка. 25 на 8 крипстат у Эсфора, в то время как 14-1 у Бракса. Так вот, то, что ты говорил с самого начала. Необычную вещь сейчас показывают суппорты. Они начинают без идей перемещаться по карте. И мы видим то, что аппарат Винтерверна, 3 уровень и 1. И не знают, что им делать. Прибежали на мид, но понимают, что в эрочку им нельзя. Потому что в любой ситуации виндран, и ты сможешь спокойно убегать. И предпринимают единственную вещь, это стакать крипов. Раз уж это единственное, что у них получается. Да, есть такое. Дарксира очень таки... Его не взять. Его не взять, пока не придет ни один герой. Это, в принципе, только шейкер способен его прогнать. И раз уж такие дела, то мы ищем свое место на карте. И хотя бы можем что-то постакать. Снизу, тем временем, пока мы видим то, что Дарксир хорошо справляется сверху. И если ему не мешает, то он будет очень сильно спектру напрягать. Начинают алики пушить нижнюю линию. То есть шейкер у нас пока что все еще без Солринга. Отспамливать фиссуры он так по КД не может. И Альянс этим пользуется. Постоянно... Так, а есть Айяншел на Таска. Таск подтягивается к Апорейшену. Хорошо запирает. У Апорейшена огромные проблемы. 2 Айяншел очень сильного. Жгут. 1437 отправляется в таверну. Есть Вердблак. Может быть еще за Спектрой пойдут? Нет. Все-таки за Спектрой не пошли. Хорошо. Есть начало. Небольшая, но победа для Альянс. Да. Еще раз напомним, что эта встреча проходит по системе Бо-1. И команда, которая проигрывает, она покидает. Покидает этот турнир, которому шло очень долго. Ну, как мы говорили, Альянс здесь является существенными фаворитами. И вот даже, можно сказать, вот англоязычные студии аналитики, она вообще всей душой за Альянс. И из нашей студии только Егор поставил на победу Cloud9. Но пока мы видим то, что тяжко. Это Бо-1. Бо-1. Тут всякое может произойти. Поэтому... Ой, находят стаки. Это очень важный момент. Сейчас Альянс сверху организует такую необычную даблоу. Дали Адмирал Бульдогу подкачать себе уровень. Взял он себе пятый. И пользуясь тем, что вражеские спорты не имеют никакого XP... Виндрейнджер активировала хостом. Нужно и побивать. Есть фокус фаер. Запирает. Queen of Pain. Скримчик имеется. Из-за этого скримчик, но там под ведра она убегает. 1437 под фокусом. 1437 погибает. Но здесь также забирает еще тускара. Один в один по итогу размен. Бесподобный размен для Альянс. То есть стянули четырех героев. Queen of Pain. Виндреверна. Спектра потратил свой ультимейт. И тот же аппарат. Убили всего лишь одного суппорта. Таска. И приходится им возвращаться обратно. То есть по крипстату мы видим, что в принципе уже три героя Альянса находятся в топе. И очень скоро смогут обогнать Спектру. И Cloud9 нужно срочно делать какие-то выпады. Таск на топ. Очень хорошая игра от Майнация. Он прям вот чуть-чуть поднял левел на отводах. Буквально третий левел у него всего-навсего. Это по сути для седьмой минуты это не так много. Но он врывается раз за разом. Нет маны у Спектры. Только-только съедает свой манго и прячется в лес. Жить будет в миде. Но здесь просто обычный размен. Любезностями. Сейчас могут напасть. То есть тут ничего не изменилось. Стас мы видим, бегает, подаем с шайлами. Есть тут аппарат, есть Спектра. Можно аккуратно выходить. Вот он вешает на него новый щит. И аппарату нужно убегать. Аппарату сто процентов нужно убегать. У Спектры еще есть свой даггер. Она может его закинуть в лес. И в случае чего убежать. Но аппарат здесь явно лишний. То есть в его случае нужно куда-то двигать. Я не знаю. Может быть какой-то мид xp получать. Потому что что он здесь стоит, то он ничего не может сделать. И максимум что? Максимум возможность, которая могла ему линия позволять, это пульт крипов. Но как мы видим, Alliance не позволяет этого сделать. Да, хорошая игра Тускара. Майнац в этой карте пока очень-очень-очень много приносит плодов. Тускара не зря пикнули. Реализация хорошая. Так вот. И еще хотелось бы отметить момент. У нас самый богатый на карте 3.700 гирокоптер. 3.300 имеет S4. Так. Шейкл, боже ты мой, какой шикарный шейкл-шот. Но пока слишком мало действует. Какого левела Шейкл? Второго левела. Этого не хватает. Майнац. Подстрял. Тычки под чилинтачем. Очень больный пауэршот. Но он не попадает. Тут бесполезный был буквально пауэршот. Выходит под инвиз S4. И Майнац погибает. Пока единственный. Но тут еще двое. Лода шестого закидывает кулдаун. Пытается убежать отсюда. Рицу. Рицу. Ушел. Пауэршот опять же мимо. S4 у нас практически всеми пауэршотами промазал. Последними как минимум. Но он западнее. Тяжело отсюда убежать будет. Перетягивается сюда Таск. Подходит. Видит, что и также Адмирал Бульдог. Боже мой. Со всех сторон окружили Рицу. И Рицу побежден. И вот он победный пауэршот. Рицу. Прям в висок. В бедной Спектре. Ну. Я понимаю, когда гангает гирокоптер. Будучи шестым левелом. Да. Там и выше. Но когда начинает бегать по карте Спектра. Ну урна Аквила это конечно круто. Но по моему рановато этому персонажу. Вот так вот подключаться. Ну Лода хорошо перетянулся на мид. Мы видим то, что чувствует он угроза гирокоптер. Когда можно идти и противника убивать. И сейчас это как не кстати лучше всего эти дела. Аппарата зажимают на топе. 14-37 стрел. Его пока не видят. Просто решили забрать Тауэр. Ну и вы должны его видеть. И конечно же должны забирать. Есть чем запереть. Есть Манго. Пауэршот очередной мимо. Погнались опять за Майнац. Майнац съедает Манго. Тянет время тиммейты. Подадут для тиммейты. Писура заканчивает свое действие. Закатывается Майнац. Майнац погибает. И тиммейты все-таки решили его бросить. А Лода в это время фрифармит. Вместе с Аки, который решил поднять себе 6 левел. Ну и так далее. Хотя бы что-то купить. Ну что же. МСС понимает, что ситуация довольно-таки плачевная на карте. Чувствует, что он походу единственный, у кого есть такой хороший стан, чтобы можно было поймать Таска. Может быть зацепить Дарксира. И тогда можно врага убивать. Ушел он со своей линии. И даже несмотря на то, что не взял шестой. Повядка задинать на топе. Получается это сделать Урицу. Но он идет. Да, тут конечно. Ай-яй-яй. Шейкалшот. Стенка. Все очень хорошо складывается для Альянс. Неужели успеет убить Диспектру. Пассивочка спасает. Если еще урна, можно отхиливаться. МСС понимает, что нельзя вообще уходить от Спектры. Потому что он единственный, кто может спасти эту игру. Продолжает бегать и стараться дать минус. Жмут смоки. Есть ультиматы клопы. Также у нас очень скоро будет фиссура. И нужно пойти съесть гирокоптера. Который по-прежнему продолжает фармить свой лес. А тем временем 3000 золота и почти 3000 XP преимущества Альянс. Для 11 минуты очень даже годные цифры. Оперейшн пока еще далек от своего айсбласта. И без ульты, конечно же, аппарат имеет не ту эффективность далеко. Зато Винтер и Верный имеет ульту. Понимает Cloud9 то, что с большой вероятностью игрокоптер фармит свои леса. Так как мы видим, что он из них не выходит. И есть большая вероятность, что ты заберешь его. И вслед за этим все его стаки. Вот сейчас можно будет пойти и стаки эти проверить. Могут попробовать они. Ну а Лода, понимая, что на него делают выход, уходит в центр и может в ответ идти. Как же они читают друга? Молодцы, конечно же. Да, идет Альянс прессинг на Тауэр в миде. Здесь же будет прессинг Тауэра снизу. Но, судя по всему, хочет дефить Splinter Blast по Майнацу. Майнацу больше всех достается в этой игре. Несмотря на то, что он больше всех инициирует, он также больше всех и по щам получает. Эта статистика, кстати, 2-3-1 из трех фрагов. Очень даже плодотворная стата. Дабл дэмэдж у Сфора. Тауэр просел очень плотненько, но вот даже мать страшновато. Потому что есть Винтерскюарс в Шердаме немножко отблочили. Попытка заденайт. Ну все, теперь уже 100% клаудату драться не будут. Отдают Тауэр. Даззл ластхитит. Ему больше всех надо. Сразу видно. Снизу Тауэр не отдали. Сфор перетянулся туда. И, в общем-то, прогнал Бракса. Девятый левел у Квин оф Пейн. Что тут у эрочка? Тоже девятый. Ровненько идут. И по нетворцам 4300 против 4600. В принципе, два соло мидера отстояли ровненько. Учитывая, что начало, ты помнишь, да, какое было для Бракса. Это еще довольно-таки хорошо. И команда Alliance продолжает выкачивать своя лиза. Понимает то, что сейчас у них нереальный фарм. Так герои делают это замечательно. То есть мы видим то, что гирокоптер там с кулдауна, с лакэн все очень быстро защищает. Вслед за этим Дарксир, который постоянно все стаки вырубает. И продолжают набирать свои обороты. Очень много фармят. То есть, казалось бы, счет у нас 3-3 на карте, но при этом 5000 голды уже перевес. И по-прежнему Alliance лидирует. Уже 5, да, и правда. Уже 5000, да. То есть, такая классическая тактика, то что если там у врага есть кто-то, кто от тебя хорошо убегает. Какая-то спектра. Может быть попа, который может упрыгать. Ты вместо этого, чтобы за ним бегать, просто начинаешь фармить и отжимаешь первые два тавра. Которые находятся на центре и снизу. Так. Лода пошел наверх. Шейкер. Шейкер, если он просто решил перейти наверх, и Клауда хотят сделать выход в ответ. То есть, опасную позицию выбрал Лода. Вышел один на харду. Нет никакого вардая, при этом стоят у Cloud9. Вардая не знают, что Лода один. И Лоду можно убить. Ну, Лоду-то можно убить. Но Лода достаточно плотный. Полетелась Блас. Лоду закрепить нечем. В итоге он выходит из зоны поражения. И спокойно выживает. А здесь пытаются поймать 14-37. Шейкер должен быть, но не связывает, естественно. В любом случае, это очень легкий фраг. Временем на топе Лода. Под Винтер с Кёрсом, судя по всему, находился. Да, так и есть, откидывает на отмашь. Кулдаун и погибает. И будет продолжение? Надо убегать. Потратили большую часть скиллов. Шейкер без ульта. Винтер верный без ульта. Альянс хотят вместе. Нужно в разные стороны бежать. Но находит их выжить. Шейкер опять не связывает. Просто тычки. Фисурка. Фисурка получилась, судя по всему, очень даже неплохая. Сфор потратился в Абиндран. Но здесь нормально. Здесь нормально. Сделали фраг. Но пока, как мы видим, ровно. Айзблаз на Аки. Айзблаз на Аки. Прилетает спектра и есть ещё один килл. Хорошо. Как же ж играют эти команды-то, а? Везде и повсюду что-то происходит. Везде драки, везде зарубы. Ну, за 15 минут, на самом деле, не так много фрагов. Но постоянно где-то есть экшен. Игра напряжённая. Достаточно динамичная, я бы даже сказал. Игра бодренькая. Cloud9 сейчас пользуется единственной возможностью. Чтобы кого-то убивать, это начинают растягивать врагов и пушат почти все линии. То есть какая-нибудь интерверна, клопа и спектра. Заставляют аликов перетягиваться на эти линии по одному. И мы видим то, что главный кэрри команды в виде гирокоптера пока ещё врагов не чувствуют. И они спокойно его находят. Сфор перетягивается вниз. Неполный запас у него маны. Да и хитпоинтов тоже не особо много. Такой необычный пуш с интерверной. Ставить с ранжа, чтобы нельзя было никого взять. Глаз, пошёл. Будут клин нападать. Так, ты урывается. Квинов Фэй моментально стёрлил Сфора. Подстрял Лода. Лода пытается выживать. Лода дерётся на мужчину до последнего. Понимает, что здесь ему никуда не убежать. И погибает. Конечно же, Аке подтянулся. Ну, Аке, по-моему, просто решил дополнить коллекцию погибших тиммейт. И подтянулись на помощь. МСС сразу же под хилл идёт. Поставили стенку. Слишком много потратили на МСС. Но не жалко. Фиссура по троим. Предсмертный такой хрип, что ли, от МСС. Кинул фиссуру и погиб. СВГ ушёл. Полторы тысячи голды. А Лайенс не успели. Прекрасно понимали то, что большая часть команды Cloud9 начинает идти на нижний тавер, потому что во вражеском лесу стоят ворды. Сверху мы не видим никого, кроме аппарата. Но аппарат, как мы знаем, он, естественно, поможет. Закидываешь издалека свой бласт, и в это время четверым героям нужно создать движуху. Учитывая то, что единственное место, где не было видно врага, это вот здесь, то очевидно, что готовились они защищать этот тавер. Новый немножко не успели. Да, немножко не успели, и как-то прям совсем у них некачественно всё получилось. А Cloud9, в свою очередь, всё грамотно сделали. То есть после вот того тимфайта, когда сверху вот здесь сделали минус два, они решили вообще не заходить в свои леса, понимая, что тут абсолютно всё заваржено. То есть мы видим, вот стоит Апсерва, стоит Сентря, который провел, если там ворды стоит третья Сентря. И сейчас Cloud9 продолжает играть по своей тактике и убегают на нижний лайн. Посмотри на Бульдога, который имеет топовую статистику по нетворсу, 7000 практически. Да, он хорош, он сейчас играет очень осторожно, 1-0-4 довольно таки уверенная игра, и в принципе он герой хард-линии, который очень много движухи навёл в начале. Но вот сейчас мы видим, что он со своим нетворсом особо ничего сделать не может, так как он дагсир. Но он сейчас купит даггер и будет делать много, честно говоря. Только если найдут Teamfight, кликает, кликает, у нас аппарат как раз чекает врага, что они перемещаются по их лесам, и драться вообще не хотят, просто ничего не формят, но понимают, что это лучшее из того, что есть. Очень хорошая статистика у МСС на шейкере, выиграл он достаточно много игр, из 12 выиграл 8. Так, пошел из Бласт, в лодочку. Учитывая то, что откидываться почти некому, то есть тут есть шейкер, которого легко цепануть и Винтерверна, который, наверное, единственный герой, который может спамить врага, то Клауда Тавер решили отдавать. Не могут сейчас драться, вообще никак. Лода, кстати, по-моему, купит на даггер. Ну, Лода пока неизвестно, на что он купит. Я надеюсь, что на даггер. Вообще, я видел сегодня VR-ку с фейзами Point Booster и потом даггером. Лично мое мнение, это очень правильно, потому что инициация с даггера становится очень опасная, и это на все 100 себя окупает. На мое мнение, сразу брать Аганим достаточно глупо. Ну, по ситуациям, если у вас идет партизанская война, ты прав. Блинк, он будет поэффективнее. Если же вы пойдете так уверенно забирать ТВРА, а потом Рошану, то тогда Аганим дает побольше. Наверняка. Ну, да, да. Посмотрим, что тут у нас по итогу будет. У Queen of Pain имеет Orchid, они снизу тут тусят. Бракс хорошо, он фармил, кстати. Да, да, я говорю, ты посмотри, учитывая то, что у него поначалу все было совсем плохо, он там имел из разряда 11 крипов против 20, и все было печально. А сейчас он вырулил достаточно качественно, и спектра переживает. Сейчас не самый лучший период, ей надо накопить хотя бы на Сакрит. Не убили. Ай-яй-яй. Если бы убили, это была бы проблема. Сакрит получили, провели разведку, теперь знают то, что вся команда online в своем лесу, и есть немножко времени, чтобы зайти в свой лес и быстро раздевардить, чтобы алики тебя не видели. Вот, можно попробовать. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не, а вардов вообще ни у кого нет, довольно-таки удивительный момент. Они вообще без вардов играют, они просто копят на айтемы и каким-то образом читают рога. В общем, у Queen of Pain он с опсами бегает. Ну, квапает хорошо с опсом, но нужны с N3 кому-то, чтобы можно было видеть, где же бегает. Это враг. А то как-то так себе. Ну-ка, вот по визжену можно видеть то, что сверху стоит вард, но он особо ничего не видит. Поставили также обсервы в своем лесу, понимая, что алики здесь будут охотиться. Смоуганг снизу, но, боже, как же читают друг друга. Никого здесь нету. Тарксир ушел только что. Все, только что ушел с телепорта. Сейчас алики сами нажмут смог. Или я не знаю, зачем они тут собрались. Ну, смог покупает Tuscar, пока в стэше. Ice Blast Middle. Заехал поезд в фору. Невыгодная позиция. Alliance стоят на варде вчетвером. Ничего не делают. Не пушат тавр. Очень медленно продвигаются к линии. То есть, мы видим то, что ребята забрали кучу товаров. Да, это в сумме четыре. Но, а всего лишь перевес Planet Wars всего лишь три тысячи. Это очень мало. Учитывая то, что по XP Клауда лидирует. То есть, довольно-таки выгодная позиция для наших шведских товарищей. И им нужно срочно надеять какие-то выходы. Иначе Spectra купит Традианс. А она его уже скоро купит, кстати. Уже 800 голды имеет. Там и Shaker скоро свой Blink Dagger купит. И тогда начнется совсем веселая игра. Поэтому Аликам нужно срочно выдвигаться. Вообще, куда угодно, лишь бы драка начиналась. Агонимные варочки. Как раз вот есть, чем теперь пробивать товара. Гирокоптер мы видим то, что еще имеет тысячи голды до Блокингбара. И выходит на товар снизу. Cloud9 забирает выжидательную позицию. То есть, верно, откидывается с огромного ренжа. Также Ice Blast, также... После часа и NFP может ворваться и просто стереть сразу же. Ну, не на чем рисковать. Не на чем рисковать. Пока вот такое состояние идет, мы знаем одно то, что Cloud9 выигрыши. Алики всей команды подходят бьют Тауэр. И часть героев ничего не делают. В свою очередь, мы видим аппарат с Медайсиком фармит свой лес и уже девятый уровень. Spectra с Клопой также фармят, забирая все в ответ. И при этом еще начинают дамажить Тауэр сверху. Да, Радианс появляется. И с появлением Радианса у команды Альянс начинаются серьезные проблемы. Потому что после Ice Blast, если еще он будет хороший, сразу следует ультимейт Спектры и там пиши пропало. Ну, теперь только ждать Блокинг Бара. Без них вообще никуда. То есть, нужно какое-то БКБ на гирокоптере. Вслед за этим может быть даже БКБ на VR. Потому что... Так, а тем временем Кмилл Пэнь раскистовывается. Есть небольшое подкрепление от Спектры. Юзануло на ульту и этого было достаточно. Этого было вполне достаточно, чтобы убить Майнац. Спектра даже не отвлеклась как бы. Она фармила Лайн. И вот продолжает дальше там куда-то бежать фармить. А Лайнс нужно идти рисковать. То есть, все. Уже... Уже мы побегали, побегали. Мы видим то, что ситуация критическая. Тя уничтожает вообще в любом участке карты. И пока Аквапа без ульта. Ну и тот же аппарат со Спектрой мы едем. Повязали свои кулдауны. Можно спокойно Рошана сгорать. Плюс Аегис в актив команда Альянс. Графики у нас по-прежнему на стороне Alliance, но 4000 на 23-й минуте это уже не бог и что. А по XP клоуда выходит даже вперед на 2000. О, интересная стата. Ничего себе. Так, ну по этому БКБ практически уже имеется у Queen of Pain. Тут клоуда в принципе имеет мало шмоток на всех персонажах кроме Спектры. Хотя там еще Queen of Pain хорошо одета. Ну а в основном все шмотки сосредоточены на Спектре, естественно. Вот тот, кто сейчас вардит за команду Cloud9, я так понимаю, это была Квапа. Ну и вслед за этим аппарат с Винтерверной. Они показывают настоящий мастер-класс. То есть каждый раз, когда враг убегает на свою половину карты. Ну да, в данном случае мы видим, что Alliance немножко фармят снизу. Просто забегают свой лес и ставят миллион Синдрей. Раз Синдре, два Синдре, три Синдре. Три Синдре поставили, чтобы найти один единственный вард и у них это получилось. Сейчас полностью уверены, что алики их не видят и продолжают на карте развлекать. Вообще неудивительно, что Alliance катают в их же стиле. То есть мы все прекрасно знаем, что алики обычно любят там не драться где-то подфармить и после этого там за одну драку игру заканчивать. Но сейчас все совсем наоборот. Сейчас Alliance бегают без идей на карте, что же им сейчас нужно делать. А Cloud9 полностью выполняет свой план. ВР приобретает себе даггер, но ДПС слишком низкий. Тут уже спектройцы, ты поймаешь, свяжешь. Можно взять спектра в опасной позиции. Прыгает С4, даёт хороший шейкл-шот. Даже по голове вылетает ульта аппарата, а спектра погибает. Но посмотри в ответ, сколько много дэмэджа залетело. Если здесь была бы хоть какая-то хлопа, вот она Queen of Pain. Соника Wave не попадает. С кремом добивает С4, она убивает только Aegis, бульдог. Бульдог просто никуда не может деться. Даггер ему, конечно же, не дает заюзать шейкл-шот. Очень хороший. Почти убили Бракса. Бракса приморозили. Бракса выживает. Умирает шейкер. Подтянулся сюда уже Лода. Врывается с кулдауна. Очень больно. Бракса отблинковался. И здесь Cloud9 теряет трёх персонажей по итогу. Четырёх? Четырёх даже, да. Винтервер, она попалась. Забирает её С4 и эту минус 4. Браво. Вот она та самая драка. Так, и сразу же движутся на хайграунд. Сразу движутся на хайграунд. Хорошая неожиданная инициация. Вот вам результат. Хорошая руна InVisa, о которой враг ничего не знал. То есть были уверены, Cloud9 видимо в том, что спектру скорее всего не взять. А если уж возьмут, то по-любому получится кого-то потерять. Но VR со своим даггером сейчас очень многое смогут сделать. А VR ещё бы какой-нибудь МКБ, БКБ и вообще прям лепота. И вообще прям лепота. Но пока рано о чём-либо говорить. Альянс топ-3 Нетворса имеют. Персонажи в Альянс, конечно, достаточно опасные в затяжной игре. Очень много дизейбла, начиная от Винтерверны, заканчивая Шейкером. Там ещё Queen of Pain в перспективе какой-нибудь Хекс может прикупить. Но нужно исполнить одно единственное условие, которое необходимо для таких игр. То есть в первую очередь, если вы хорошо гангаете, убиваете врагу Vision. Мы видим то, что Cloud9 боятся Альянс как огня. И если так происходит, то просто купи гем и пойди нафиг поразбивай все ворды. Как только враг окажется в такой ситуации, что он вообще ничего не видит, то он не сможет выйти с базы. И Альянс смогут спокойно доминировать, перефармливая своего врага. Но мы видим то, что они пока этого не делают. То есть у них такие, ну такие отчаянные попытки продолжать фармить. Интересно, к чему они их приведут, потому что Cloud9 по-прежнему сильный в лейте, как никогда. И видит курицу. Ну-ка, курица получится убить. Майнац уже пошел. Вот и мой ДД, чтобы курицу завалить. Нет. Да нет, ну это было бы, конечно, чересчур дерзко нагло. Можно было бы, конечно, попробовать. Да, и ворды вроде есть. Можно было бы, на самом деле, попробовать. Но судя по всему, хотят сделать какой-то team move. Но team move очевидный вот так вот в тупую. Это сразу провал для Альянса. Самое жесткое то, что вот этот очевидный вард, который ставит всю игру, он еще ни разу был не убит. То есть его ставят Cloud9 по-моему. Так, вот это интересно, а зачем? А зачем? Ну, вот такие пугать. Да, можно БКБ развести. Да, скорее всего, на БКБ развести. Ну, короче, алики зашли вот сюда. Все дружно, естественно, по варду без смока. Варды они не девардят. И плавненько, легко перетягиваемся всей командой вниз. Айдэбульдолжик. Он реально разводил на БКБ. Прям на нервах пытается играть у своего оппонента, но... Не повелся Бракс. Не повелся. Дэбл дэмэдж по-прежнему валяется. Никому не нужный. Спектр кофармит. Есть виталити бустер. У гирокоптера Синжа. БКБ. Ну, то есть в плотности он отделся очень даже неплохо. С уроном пока еще... Ну, тоже нормально для двадцать восьмой минуты, в принципе. С дэбл дэмэджем вообще замечательно. А так у него примерно 200 дэмэджа сойдет. Но надо больше, естественно. Особенно учитывая, что там есть радианс. Нужно МКБ прям рашить. Поскорее. Насколько я помню, есть радианс это все же магия. Если ты в БКБ, то он тебя не дамажит. Так что там, по идее, миссы пока работать не будут. То есть если БКБ у тебя будет длиться там десять-семь секунд, то ты можешь пережить этот момент и после этого уже покупать. Согласен. Ну, в любом случае, какой-то МКБ ему не помешает. Но пока вот он хочет себе Сашу Яш, судя по всему, доделать. Дальше, я думаю, точно будет МКБ. Даже если бы не было миссов каких-то МКБ на гирокоптере. Так, и команда Alliance решили поступить мудрее. Раз уж они сбивают все вот эти хитрые варды, то есть сюда-то что-то поставили, сбили, сюда-то что-то поставили, то поставим-ка мы самый очевидный вард вообще. Самый простой в истории доты вот сюда. И, может быть, мы будем все видеть. И, как мы видим, пока отличная разведка. Да, работает. Показывает, где находится враг. Можно сейчас, конечно, вот так вот аккуратненько зайти. Можно попробовать подрезать курьера. Можно хоть что-то сделать, потому что... Ну, надо... Надо двигаться. Движение жить, как говорится. Да, у нас игра немножко подуспокоилась, как ни странно. Несмотря на то, что спектра там появилась уже с Radiance в поле зрения. Ну, они двигаются немножко неожиданно. Они вышли просто дефить четвером тавера и Клауда, естественно, не пойдут драться. Им это вообще нафиг не надо. Увидели, как Алики вчетвером начинают дефить свой тавер. На это спектра посмотрела, удивилась и пошла. То есть, ну, обычно, когда ты видишь, что вот так вот идут ребята... Бульдог, конечно, ты посмотри, у него есть Guardian Griffith, еще и Пайпа сверху. У него все это есть, но есть только момент, что сейчас это все бесполезно. Вот от того, что он жирный, толстый, никто на карте не умирает. То есть, ему нужно срочно какой-то контроль нафармить. Там может быть Хекс, может быть Шиву, будет какое-то замедление, чтобы было эффект не ловить врага. Но, во всяком случае, хотя бы делай так, чтобы его тиммейты не погибали, как куски непонятно чего. Так драк у нас нету, у нас, боже мой. У нас уже последние где-то 5-6 минут просто такая чистая игра и все ребятки идут на фарм. Так, тут достаточно интересный момент. СВГ ушел с телепорта, ракета летит за Queen of Pain, но ту уже не догнать. Странно только одно, что вот именно в такой игре гирокуптер, у которого есть доминатор, не переманил крипа и не стакал себе аншентов. То есть, он вот уже 30 минут, он мог так стакать, раз, два, три, приходить их забирать, стакать еще раз. Вот это, кстати, правда интересный момент. А он лода вообще, то есть как будто потерян там на минус морали. А это те альянс, которые в свое время там стакали столько, что ого-го. Это те альянс, которые вообще из своих лесов не вылезали, там были интересные истории. Ну, раз такие дела, то продолжают искать. Так, спектрка себе доделывает Яшу, Виталити Бустер мы уже видели. Ну, то есть, пока вполне-вполне толстенькая спектра получается, чтобы это на силу переключить. Нашли гирокоптера, развили на БКБ. Ай-яй-яй, это развод. Очень хороший развод, нужно просто всей командой валить, бежит Верочка, видят Винтеру Верну, который спел завидать Гример Кейп. Подходит все от Тасик, Вижена нет, Винтер Верну имеет ультимейт, улетает и ой-ой-ой. Вакуумом все-таки потянули обратно и есть фраг. Да, ну, это суппорт. Ну да. Это всего лишь суппорт, что голды. Так что рано радоваться. Ну, радоваться и правда рано, я думаю, Альянс не особо радуется, учитывая, что гирокоптер был разведен на БКБ. Аегис из Исфора так и не выбили, он пропал просто-напросто. Так что Рошика следующего будут ждать, вроде бы уже скоро и появится. Даггер у Майнаца есть, у Спектры пока ничего новенького не появилось, это будет либо Манта, либо Тарасочка. Ну, Манта, я думаю, такой самый-самый приятный айтем. На цели на Квин оф Пейн, то есть она не хочет ни Шиву, ни Хекс, ни Кирасу, а вот Ваганим походу. Ну, у них прикольная святочка, то есть как мы видели там в одной игре. Так, Шейклшот не связывает, здесь сразу же БКБ прожимается после Уорчада, Квин оф Пейн отблинковывается. Но опять же, БКБ было прожато для того, чтобы убить, ну, не самого, так скажем, желаемого персонажа. Ну, хардовый Шейкер это уже побольше, чем Винтер Верна, так что... Ну, не знаю, Винтер Верна 11 левел, хардовый Шейкер 10. Так что, черт его знает. Ну, в общем, мы уже видели на этом турнире буквально совсем недавно, как эффективно можно использовать связку с аппаратом Квопой и одним хорошим станом. То есть ты выходишь, получаешь свое лицо фиссура, ульта аппарата, ульта Квопы и герой почти падает. Учитывая то, что с Аганимом у тебя кулдаун будет почти секунд, то ты сможешь это делать регулярно. Ну и здесь сейчас кулда, видимо, хотят вот похожую комбинацию, видите, чтобы можно было воевать издалека. Так, ну и у S4 сейчас очень-очень хорошие перспективы вырисовываются. Учитывая, что у него есть Аегис, он может уже действовать более раскованно, врываться также, связывать и пытаться просто, ну, грубо говоря, суицидясь, убивать кого-то. А потом, ну, разменивать Аегис и потом восхищаться и там делать еще кучу грязи. Это достаточно приятно. Вот вот хорошую информацию нам только что дал статсмен, большое ему спасибо. То, что вообще в этом патче больше, чем Alliance фармят только E-Home. Но, как мы видим, Alliance, видимо, забили на пассивную доту. Видать, что-то с ними произошло после групп и решили вообще не фармить, а просто, допустим... Слушай, а графики-то вон 12 тысяч. Не, уже нормально, да, Roshan, Roshan. Плюс они пофармили хорошенько, они еще там сделали 2 кила и так потихонечку, потихонечку вырываются. Ну, а Спектрат что-то свой фарм-то не ускоряет. Вот, слушай, достаточно удивительно. После появления Radiance всего-навсего Яша и Vitality Booster. Ну, это реально очень мало. Ну, он очень аккуратно играет. То есть мы видим то, что как Cloud9, точнее, как Alliance с пятером в пушу-центр. А он в это время так аккуратненько по лесам там что-то бегает, чтобы его не забрали. И мы видим опасный момент. Ну, оно такое. Ее просто пытаются отогнать, понимают, что там Аегис, хотят его как-то, ну, на халяву выбить. Спектра там тем временем сломала Tower, толчает кучу голды. И наконец-то, наконец-то у команды есть гем, мы можем спокойно ломать весь Vision, не позволять противнику выходить с базы. И с этим гемом сейчас Cloud9 срочно нужно идти какой-то выход делать. Может быть даже в смоке. Ну, то есть если так будет продолжаться, то что четыре героя стоят на базе и, грубо говоря, ничего не делают, а спектра пассивно-пассивно фармит другие лайны, то тогда уже мы видим, что герои Alliance, они начинают окупаться. То есть они понаглее стали, понаглее себя на карте вести. Спектра выходит в манту. Ну так. В манту. Не тарасочка все-таки, а манта стайл. Быстрее фармить. Можно иллюзиями отпушивать, можно иллюзиями фармить. Кристаллиц есть у Esfora. Можно октарин собрать, как алхимики. Иногда делают. У тебя меньше колдаун. Манты можно их по кд пускать. Так, и аппарат. Вот он берет смок. Берет он смок, понимаем то, что сейчас дело так продолжаться не может. Нужно его постараться реализовать, потому что теперь у клоуна печальная позиция. Вообще ничего не видно. Просто ноль вижена на карте. Ну и вот Спектра, которая старается запушить иллюзиями. То есть в такой момент, если вы не можете выйти с базы, то можно попробовать, допустим, Спектр. Довольно вот интересный на топе момент. Пойдет для Ice Blast, Queen of Pain засаде и по сути... Ну хотя, ну спит, конечно. Гирокоптер толстоват. Конечно, да. Хикса у нее нет. Это риск. Ну-ка. Аганима пока тоже нет. Оставляет денежки на байбэк. Правда, Ритсу на байбэк свои деньги не оставляет. Ритсу мастер по застреванию. Даже в который раз в деревьях подзастрял немного. Ну что, С4 отхилили на максимум и пушат. Alliance сразу же врывается С4, не жалеет свой даггер. Ice Blast по нему залетает. Splinter Blast. Но не умирает. Есть пайпа. Будет жить. А у Tower осталось уже 400 хп. На следующий Focus Fire нужно врываться. Как только RR свой Focus Fire прижимает, нужно просто кидать все с пылы, потому что иначе потом... Так, очередной blink прямо на Tower. Ой-ой-ой. В этот раз могут выбить Aegis. Подмерз немножко S4. Можно ультопы дать. Еще один Shadow Strike. Подхилили. Ну вот опять же, да, ушел Guardian Griffith на одного S4. Может быть стоит инициировать то вот прямо сейчас. Как раз откатил Ice Blast. Shaker вроде как мог подцепить. Вот как-то бояться, бояться на самом деле. А Guardian Griffith... Вообще стоило тут. Надо еще учитывать, что Focus Fire она отдает и у нее 15 секунд кулдаун. Так что у CloudNeng есть шанс поубивать все остальное. Ну что, теперь проблема у Бараков. Неужели их тоже так будут отдавать? Ну в этот раз точно выбивает Aegis. Ice Blast залетает только в одного S4. Это не есть хорошо. Так. Драку будут ли инициировать? Кто-то я слышал БКБ прожал. Прожал... Прожал Queen of Pain. БКБ. Фор тоже прижимает БКБ. Виндерскерс также уходит в никуда. Очень много разменов всего, но... Очень... Так... Вестят что ли свои способности. Loda подрубает БКБ. Спектра также ультует. Врывается в замес. Прожимает манту. Аки. Аки. Даже Гроев на себя не успевает сражать Аки. Есть кулдаун. Очень больно. Майнацу. Майнац разваливается. Шейгера также убили. Рицу пытается убежать под Глимеркейпом. И у него выходит это сделать. Через стенку свою проходить не хотят. Крита срабатывает. Пауэршот сверху. Есть 1437. Также очень побитый. Но его трогать не будут. Даблкилл от S4. И Бараки, судя по всему, забирать не хотят. Или все-таки. Или все-таки. Там кулдаун. Там кулдаун. На все. Ульта, спектры. Ульта, квапы. Спектра с байбеком. Спектра с байбеком она может дерзить. И Alliance все-таки решили отойти. А у спектры уже 3200 голды. Это потенциально Тараско. Ну и как мы видим, Cloud9 с горя пополам. Но нормально отбились. То есть да, конечно потеряю рейнджовый барак. Но на 37-ой минуте, когда у тебя еще спектра и довольно-таки много АУЕ, то это не страшно. Можно играть. Лода покупает себе, судя по всему, Баттерфлей, да? Да. Спектра не пробьет. Спектрка-то не пробьет. Но вот Спектрка будет очень много дисперсий дамажить. А если Лода... Пофигу. Ну да. Дисперсия не убивает. То есть если ты... Если ты... Как бы за 70... Короче, у тебя есть 7 секунд. У тебя есть 7 секунд поубивать всю команду. Ты умеешь отдать свой флэкэнон, 2 барейжа, еще один кулдаун. Ну и после этого, в принципе, ты свою задачу сделал. Дальше работает. Дальше работает. В общем, КПД такое себе принесет. Вот. Но, опять же, Шива дает хороший вижн, ради которого этот айтем часто покупают. Это реально приятно. Замедлять всех вокруг. Но, опять же, есть гирокоптер, в принципе, для этого. В общем, ладно. Шива так Шива. Лично мое мнение, Хигсон какой-нибудь был бы явно пополезней. Какой-нибудь Акашу. Тут даже не Спектру, потому что Спектру хрен зафокусишь под этим Хигсом. А вот если на какую-нибудь Акашу прыгнуть и быстренько ее штряхнуть, вот это было бы топ. Да? То самое. Ганг. Ганг. То есть что может помочь им выиграть эту игру спокойно. Сейчас есть такой тонкий момент. То есть Alliance шли на хайграунд только с Aegis. Aegis выбили. Айгис выпали, Cloud9 могут расслабиться. Мол, все, без Aegis они к нам на базу еще не пойдут. Сейчас они будут играть осторожно, ждать следующего Рошана. Вот. И на этом моменте Cloud9 можно половить. То есть ты берешь Смог, жмешь его один раз и идешь там искать кого-нибудь, потому что, как мы видим, Клауда сейчас... Ну, так повальяжнее чувствую себя на карте. Так поагрессивнее фармят. То есть вот уже Квапа бежит на нижнюю линию, собирается отпушивать ультимейтами. Спектра мы видим то, что сразу закупает Тараску, не ожидая, что могут ее загангать. И у нее не будет байбека. Да, Рису, кстати, всю игру так делает. Он вообще не парится насчет байбека. Нет, у него был байбек, когда ему пушили базу. Но как только базу отбил, он сразу купил себе нужный айтм. У Винтер Виверны скоро еще появится даггер. 1880 голды. И когда появится у Винтер Виверны даггер, я думаю, будет прям уж совсем, совсем, совсем опасный этот персонаж. Он сейчас-то делает очень много грязи. А так уже, если не будет Оегиса у Альянс в активе, я думаю, там будут серьезные проблемки. Потому что та же ВР-ка, например, да, она будет кого-то связывать, пытаться запилить быстренько под фокус-файром, а здесь, наверное, во-первых, ВВР, а вот, и Винтеру с ВВС, входит. Клаудай еще ни разу... ...понятия... ...винтер, но тогда там упалит сразу все команда. И вот он тот самый смог, про который я говорил минуту назад. Ну вот я, я вот на вот этом этапе, я могу так сказать, нет. Ребята из Cloud9 выиграли эту карту. Единственная причина, по которой они могут проиграть, это плохая, их собственно, реализация, их игра. Потому что, если так объективно посмотреть, по-моему, у Cloud9 есть все, для того, чтобы, ну, переконуть, законтрить своего противника. Ну, я бы сказал, что, если опушивать будет одна Акаша, то тогда так еще 50-50, поскольку алики перефармливают. Сейчас алики пробежались с макея, поняли, что вся команда Cloud9 сидит на своей базе, и раз уж такие дела, то давайте пофармим, а чё бы и нет. Там, у нас есть свой лес, тут два стака, можно еще вражеской с пойти пофармить. Но в итоге спалили снизу. Увидела Квапа. Ну, Квапа сейчас выполнила огромнейший объем работы, стянула сюда всю уражескую команду, и спектра опасности. Вяжет ее VR. Обалденные криты. Обалденные криты. Обалденные криты. И т.п. Боже ж ты мой, скрим почти успел. Даже долетит этот скрим оф пейн, но не обрет. Байбека нет. 200 голды не хватает, спектры для байбека. Вот тоже самое, о чем мы только что говорили. Не хватило буквально донести себе Тараску. А он практически, ну, у него были деньги на рецепт Тараски, просто он не купил ее. Ну, скорее не хватило то, что он отдал манту еще до того, как подошел бить крипов, и у нее манты не было, чтобы было спасаться от VR. Ну, тяжко. И это тоже был крутой моб, потому что стянулись, ну, три героя стянулись, и он был уже полностью уверен, что VR одна не пойдет. Ну, как мы видим S4, львица, которая умеет охотиться и заходит на кого угодно. Соло. Так, ну, это... Барака дать. Барака дать. Нет, смысл его вообще. Экс Бласса скидывается. Кесура, Виндорскерс, Эсфорд, Эсфорд. Бежит на него Грейп. Упитый хоть что-то сделал, хотя бы забрать кого-то перед смертью. Нет, но он просто-напросто замерз. Эсфорд должен там погибать. Шейкер убивает в ответ. Лода потратил БКБ 14 секунд до появления Спектры. Нужно постараться убить просто Барака и убежать отсюда. Майнац грызет Барак. Не очень значительный урон. Есть... Небольшой дэмэдж на Queen of Pain и отступают. Надо отсюда драпать как можно скорее, иначе можно не унести отсюда ноги. Таск, походу, тоже выходит в БКБ. Да? Ну тут всем выйти в БКБ. Тут одна магия противника. Ну, вообще урон с дисперсии возвращается такой же, какой она получает. Получает физически, возвращает физически. Получает магически, возвращает магически. Вот. Но написано, что по спелл иммунным юнитам она... Она не работает. Ну иначе бы это был имбаланс. То есть... Согласен. Были такие времена. Так, ну и Cloud9. Cloud9 пока мы видим то, что немножечко расслабились. То есть продолжает их убивать, хотя нападают на Бракса. Бракс думает, они напасть на мне в ответ, но убегают. Да, убегают. Да, убегают. Так, кстати, Аганим-то себе взял. Operation? Нет, он взял Сиглимер Кейп. Point Booster только купил. У него Мидас уже достаточно давно. И учитывая, что у него 2 200 голды, я думаю, тут не за горами Аганим. Можно даже прямо сейчас пойти Мидас продать, не стесняясь, и купить себе его. Но мне кажется, уже наступила эта стадия, когда нужен Аганим. Нужен. И можно ради него даже пожертвовать Мидасом. Ну, нужно успеть до Рошана. То есть у него осталось буквально 800 голды, если он сейчас... Но он не успевает до Рошана, не продавая Мидас. Поэтому... Есть такое. То есть сейчас почти все будет решать за место Рошания. Как мы видим, он очень скоро подходит. Алики, также если посмотреть, на базу зайти не могут из-за фантастического прокаста Cloud9. И поэтому только Aegis спасет ситуацию. Да, причем им походу так пофиг на этих Рошанов, они их просто отдают постоянно, не париться на ту тему, что... Да, а учитывая какие на самом деле персонажи у Cloud9... Они могли? Да, да. Ну, просто, допустим, предыдущего Рошана они профукали, потому что умер Шейкер. До этого Рошана там тоже каким-то образом получилось саджать, потому что на топе был убит какой-то их герой. По-моему, Тускар, да? Майнац умер от Айс Бласта и ульты Спектры. И в итоге тогда они пошли убили Рошан. То есть были моменты. Хоть сейчас Рошана отдали реально на халяву. То есть те Рошаны были, в принципе, грамотно забраны альянсами, так как ситуация располагала... Этого Рошана отдали на халяву. Ну, сейчас нужно убивать Айгис сразу. То есть главное не повторить той ошибки, которая была до этого. То есть если подходит выручка с фокусфайром и начинает бить, ваша задача выбить Айгис. Иначе у вас будет минус бараки. Ну что? Ну, сплинтер-бласт. Холдфинтер-писсура. Айгласс. Комбинации очень жесткие. Очень больно. И добить, добить, добить нужно обязательно. Подходит спектра. И решится Грейп. Неужели выживет? Боже, что ты мой. Должен, должен. БКП может нажать. Можно нажать БКП. Да зачем же это БКП-то пожимать? Господи, вы живой. Но поход тоже думал, что не погибнет. Так, ну и теперь, как мы видим, то что кулдаун-то у Cloud9 маленький. Подходишь ты с Айгисом, получаешь по голове. А у нас почти все есть. Разве что у КВП остается ульта 15 секунд. И Alliance, как бы это смешно звучало, не зайдут. Вот. Ты не пройдешь. На месте Alliance, что хотел сказать, то есть в их случае, ну нельзя так вот просто ИБР-очки подходить и умирать. Нужно, когда вот в нее кидает абсолютно все, и она появляется после Айгиса, нужно уже всей команде врываться на базу и убивать. Потому что нету некоторых спилов. Не можно. Ой, да, да, да. Мне интересно, даже если Cloud9 в теории переворачивают, да, но им на самом деле ломать базу будет не так просто. А им не надо ломать базу? У тебя спектра. Можно не потерять свою, да? Да, у тебя главное не потерять свою, у тебя спектра, у тебя тут невероятная вообще комбинация через Винтеру Верну. Ты очень уверенно чувствуешь себя в лейте. Так что нужно, главное не отдаться до базы. Нужно дожить до рефрешера Бульдога и Хигса. Вот как раз у него тут два слота, в общем чуть-чуть осталось. Тогда PvP со спектрой 1x1. Он ее, кстати, он ее победит. Нет, он Сол любого. Если еще будет Аганим, то он в принципе любого. Любого героя одолеет в 1x1. Те, ну я болею за рефрешер и этот... За рефрешер? За рефрешер и Хигс. А я болею за рефрешер и Хигс на Квапе, которая чуть не погибла в моментальной реакции от Бракса. Браво. И не выходит с базы. Не выходит. С4 может пойти загангать. То есть вот мы видели то, что один разок это проверилось. Альянс делает такую агрессивную вылазку. Они здесь стоят четвером или даже пятером. И сюда опасно заходить. И в это время какая-нибудь Верочка вот там снизу ловит. Загулявшую Pin of Pain или Спектру. Которых можно было бы убить. Ну графики у нас понемногу растут. 15 тысяч золота. Это, конечно, неплохо. Но нельзя сказать, что это прям какой-то супер огромный результат для 46-ой минуты. Да, ну то есть сейчас уже все то преимущество, которое было 15 минут назад, оно уже не супер опасное. Потому что, как мы видим, даже Aegis не позволяет зайти на базу и сносить бараки. Так, пошли вардить. Вот грамотный МОВ. Вот могу сразу сказать, что с большой вероятностью 14-37. Потому что каждый раз, когда эта команда играет под предварительством данного товарища, он очень хорошо вардит и дивардит своих противников. Так, ну это нападение на Бульбога. Ах, это скорее... Ой-ой-ой, ты посмотри Лотосорб. Да, Лотосорб может спастись в игру для Alliance. Пока прилетел как скролл. А, вот, выбрался. Вот хороший вард поставили. С гемом ты его не найдешь. Вообще ни разу. Правда вот этот вард не очень хороший, который стоит на центре. Очень скоро Alliance его разнесут. Руса такая с кинжалом в спине. Пижало. Есть у всех в Майбеке. То есть, что у Гуэрочки, что у Гирокоптера. Что у Спектры, что у Квапы. В принципе, одни и вторые это понимают. Поэтому драться на базе выгоды здесь нет никакой. Скажи, что делать, когда ты хочешь рефрешер на Дарксири? А он покупает Лотосорб. Лотосорб? Нет, ну Лотосорб мне нравится, если что. Я согласен. Я ни в коем случае не против Лотосорба. Но рефрешер, мне почему-то кажется, был бы полезней. Гораздо полезней. А по деньгам там разница между Лотосорбом и рефрешером не супер большая. В принципе, да. Когда у тебя вот такая игра, что 47 минута и ты имеешь всего 16-12, то тут лучше всего покупать айтемы, которые имеют большие кулдауны. Не знаю, желательно героев еще иметь там что-то из серии. Магнус, Тайтхантер, Энигма. Понимаешь, с Егисом, например, можно было бы делать так. Врывается просто Darkseer, ставит просто вот так вот стенку и как бы вот так вот. Ну или как-нибудь вот так вот, я не знаю. В общем, как-то он ставит свою стенку и пусть... И понимаешь, что у него есть рефрешер. Он всегда может дать вакуум, потом... Тут врыв. Хороший врыв от МСТС. На СФОР можно его забрать. СФОР выгибает, подходится также НАЦ. И, боже мой, СФОР до Севеля, но очень ему больно старается убежать. СФОР до Севеля, он прожал сыр. Очень неплохо. Даггераут из такой суматохи удается сделать. Залетает Тайсбласт, не особо хороший. Майнац уже приплыл. Его должны забирать. Пауэршотом убивает Шейкера. Майнац мансует. Отхиливается с урны. Майнац имеет даггер. Вакуум. Стенка. СВГ прячет себя за Севел, но ненадолго. Рицу также под жестким фокусом. Рицу тоже погибает. Высший все-таки Клауд Найн из базы. Я думаю, очень сильно об этом пролели. Ого! СФОР просто царит игры. Как же он забайтил на пару с Майнацом? Как же Майнац его засейвил? Он успел прожать сыр. А из Бласта там не было. Сыр, соответственно, восстановил все хитпоинты. И сейчас серьезные проблемы. Мне кажется, что с Клауд Найн в один момент поверили, что СФОР уже погиб. Я на самом деле тоже думал, что он уже на том свете. Но он, знаешь, как вот рука такая вылазит из могилы. И давай порабощать. Ну, своего они добились. Но байбеки развели. Огромное количество по голде выиграли. Уже 20 тысяч преимущества. И совсем скоро будет появляться Рошан. Так что Alliance пока... Alliance пришугнули своего противника. Пришугнули очень плотно. Да, но пока рабочая стратегия. Если у тебя получается раз где-то в 5 минут ловить спектру и выбивать с него байбек, то все, в принципе, круто. Потому что если посмотреть на NetWars, мы видим то, что она уже со своим Radiance не так опасна. Гирокоптер имеет на 3000 больше NetWars. Верочка на 1000 тоже NetWars больше имеет. И вдвоем-то они ее одолеют в лайтгейме. Потому что та же квапара не так опасна. Да, у Cloud9 одна проблема. У них 4 героя поддержки и 1 убиватор по факту. Потому что комбинация, которая сейчас имеется, это Tice Blast, Sonic Wave и так далее. Какие-то там еще дэмэджи. Они сильны, но поначалу. А у нас уже 50-ая минута на дворе. Этим уже скоро никого не напугаешь. Ну, то есть, да, проказ был очень эффективен. Где-то минуте, там, на 30-ой, когда ты на Верочку кого-то забирал. Но вот мы видим то, что сейчас, грубо говоря, 4 героя напали на S4. И у них не получилось его забрать. Потому что не успел долететь Ice Blast. С Ice Blast там бы точно забрали. Там бы ничего не спасло. Но Ice Blast не было. А Сыр был. А Алики, они как раз этим пользуются. Они начинают устраивать движуху на разных частях карты. Так что аппарат не знает, куда свой Ice Blast кидать. Там может быть вверх, может быть вниз. И когда драка начинается, он только реагирует. Бласт летит. Пока он долетает, в это время Alliance уже все что угодно могут сделать. Так что... Ну, а умнички. Им нужно дальше продолжать. Так, Task 3600. Ваши ставочки, RN. Что же это будет? Task 3600? Да. Ой. Ну, вполне вероятно, учитывая, что они любят эти Lotus Orb. Может быть еще один Lotus Orb, как вариант. Такое. Ну, честно говоря, надо думать. Я бы за Кирасу голосовал. Да, он согласен. Но я не верю просто, что станет Тускар покупать Кирасу. Ну, просто не знаю. Он просто такой тамковый. Утаска две стадии. Первое – это когда тебя убивают моментально почти в каждом зале. Он Хекс хочет взять. Он Хекс хочет взять. Это супер. Ну, если нафармит. Если нафармит. Просто цель. Или может. Ну, что еще? Ну, это точно не Манта. Точно не Скади. Либо Линкин для своего тиммейта. Либо Хекс. Вариант, кстати, с Линкином тоже очень даже хорош. Потому что там даже этот… Как он, господи… Эту Линку даже сбивать-то особо нечем, кроме Винтерскерса. То есть, по факту, Винтерскерс будет доджиться. Если какая-нибудь Квин оф Пейн Орчином только собьет Линку… Как-то так. Больше там… Ну, Shadow Strike ты явно не подойдешь кастовать. Потому что это будет последнее, что скастуешь. Так, и что? Смоким. Клоуд Найн. На мужика. На мужика выходят из базы. Ритсу сидит на базе. Мантой будет отбивать линию. Ну, на самом деле у клоудов не тот пик, которым можно пытаться как-то застать врасплох и убить. Потому что даже если ты убиваешь одного героя, на остальных у тебя уже ничего не останется, ты полностью все тратишь. Да, поэтому если ты убил одного, нужно сразу валить. Пробежали из смоки, никого не нашли, поняли, что алики… Эсфор не особо церемонится с тетритауэром. Эсфор прочитал ситуацию. Просто решил проверить, есть ли они здесь или нет. Заставил всех сюда перетянуться. Аккуратненько уходим на Рошана. И Клоуд Найн, интересно, есть второй смок? Нет. Клоуд Найн вынужден идти днем в атаку. Ну-ка. Днем в атаку. При том, что… А, нет, кстати, ворды у них стоят. Ворды их стоят. Еще один Ашан в копилку Alliance. Как же они их забирают? Халява. Полная халява, конечно. Там у гирокоптера 3500 голды на кармане. Сыр забирает Виндрейнджер. Аегис забирает гирокоптер. Доминатор он выложил. Можно себе позволить. Да, вообще такой ходячий бэкпак. У него доминатор, у него ультимейтор. Все отлично. Тускара, по ходу, ультимейтор-фа нет. Чей-то… Пауэршотом Вижендал. И Курьеры скриты. А там 5000 голды! Да ты что! Что же там было? Кираса! Это была Кираса товарища Бракса. Боже мой. Это… Это может стать очень важным моментом. Ну, Клауднея не позавидуешь. Сейчас вот заходит на товарищ Тегеса. Можно просто кидать все. Айс-бласт. Моментально на Озбаш. Но Айс-бласт мимо. Лода с БКБшкой. Лотосом на него повесили. Шейклшот непонятным образом связывает. 1437 пока живет. Но его должны здесь, конечно, забирать. Да ладно, нет детекшена. Нет детекшена и просто падают в бараке. Нужно драться в любом случае, иначе… Уже можно отходить до следующего Айс-бласта. То есть без Айс-бласта ты здесь никого не убьешь. Далл спокойно кидает Грейп. Его начинает выталкивать. Дарксир дает Сурш. И герой выживает. Поэтому… Ну, никаких вариантов. Вот сейчас Алики сделали грамотно. То есть, если до этого мы видели, как одна Верка заходила с Айгисом. И в нее все кидали и умирали. То в этот раз они сделали умнее. Они зашли вдвоем. При этом Гирокоптер быстренько так пробежал вперед. За доджи в ультимейт аппарата. И если ты убиваешь одного, то второй убивает все остальное. Очень уверенно. Да. Спектрка. После появления Радианса мне показалось, что там айтемы польются рекойны. На самом деле для 54 минуты иметь по факту Тараску и Манту. Ну, там еще диффуза, который стоит 3 косаря. Да. Ну, в общем, маловато на самом деле нетворса. 22 тысячи. Я думал, она там вырвется. Ну, вот хотя бы будет как у Гирокоптера. Но, опять же, ни одного Рошана из базы выйти не могут. Ну, пока мы видим, да, то, что вот эти все Рошаны и сами неуверенные выходы, когда вроде бы все нормально, но С4 там жмет сыр и убивает всю команду. То есть вот эти драки на очень многие вещи повлияли. И теперь заход по верху. Сатаник тем временем прилетает. В Спектре нужно идти вниз рисковать. То есть нужно идти толкать линию. А Лайн сейчас пользуется тем, что все остальные линии пушатся. И когда крипы зайдут на базу, будет Vision. Там может ворваться. Линка появляется вот у Скара. Вот. И теперь можно повесить просто Линкин. Повесить все подряд на этого монстр лобу. Так. Спектра и зайдет ультимейт. Попетушка сбрить. Сбрить. Сфора прожимается БКП. Сыра у него нет. Айсбласт на него не попадает. Успевает нажать. Даггераут. Рицу под фокусом. Рицу. Нереально больно. Лоди даже Аегис не выбили. А байбека, судя по всему, у Спектры нет. Да. Так и есть. Это очень похоже на Goodgame. А нет. Слушай, откуда Спектра байбека? Она заюзала его сразу. Я понял. Да. Она его сразу заюзала. Момент, когда я нажал на этот байбек. Бульдог сейчас заблажил с Апу-соргом. Из того, что он успел повесить его на Винтерверну, аппарат не успел дать ультимейт. И верка выжила. Сразу катывается. Минус. Драться не могут. Просто не могут. Они элементарно не могут выбить даже Аегис. И после даже серии байбеков пишут Goodgame. Ну, можно поздравить Альянс с тем, что они теперь проходят дальше и не будет уже никакой рулетки. Ну, борьба была реально жесткая. В клубе команда показали по максимуму, на что они способны, в общем-то. Ну, как мне показалось самое ключевое, это когда они разделились на две группы. Где в одной был Гирокоптер, Дарксир и Дазл, которые двигались имитируя то, что их там пять. А на другой линии в это время все время была Верочка, Тускар и они все время кого-то забирали. Вот эти такие маленькие ганги, они, казалось бы, дают по чуть-чуть, по чуть-чуть, но это чуть-чуть вылилось 25 тысяч надворца преимущества. Да, ну вообще на протяжении всей игры Альянс, по сути, лидировали достаточно уверенно, но когда появился радианс у Спектры, как-то вот я начал сомневаться в том, что получится довести игру до победы. Ну, в целом все было очень жестко. Я, честно говоря, не ожидал, что...